здравствуйте дорогие друзья с вами канал и я начинаю рассказывать о том как организовать поездку на бали на продолжительное время например на неделю две или даже больше как сделать вашу поездку более успешной и более комфортной и и и и и и и и Для начала, конечно же, надо обязательно составить план, потому что без этого просто никак. Вам надо будет примерно написать, когда вы собираетесь ехать и какие вам необходимо будут взять вещи. И не думайте, что это, да, ничего, нормально, я потом как-нибудь в конце, перед именно поездкой все напишу, запишу, ничего подобного. Пока у вас есть время, значит, пункт за пунктом записывайте, что вам нужно взять в вашу поездку. После того, как вы закончите со списком, вам надо будет заказать билеты и желательно заранее. Это очень-очень сохранит вам бюджет, потому что всегда, когда вы в последнюю очередь даже за месяц будете бронировать, то это будет намного дороже. В любом случае за три месяца, даже лучше за шесть месяцев, это будет намного дешевле. Также при бронировании билетов вам надо будет просмотреть много сайтов, через которые вы сможете забронировать билеты. Не надо сразу бронировать с одного, вы старайтесь сравнивать, где подешевле. Обязательно не спешите, проверьте полностью, как вы написали ваши имена, фамилии. В самом конце, когда вы будете оплачивать, после оплаты вам обязательно должен прийти код подтверждения. Ваши билеты забронированы. И после того, как вы укажете свой имейл, вам придет письмо именно на имейл тоже. Постарайтесь его сохранить. Даже можете сделать скрин, я обычно всегда так делаю. Вам потом будет удобно в аэропорту, если даже не будет подключения Wi-Fi или у вас не будет интернета, вы всегда сможете показать вашу бронь по скриншоту. После того, как вы уже полностью определитесь с билетами, начинайте потихоньку искать, где вам проживать. Я могу оставить ссылки под видео или название отелей, вилл, чтобы у вас был ориентир, где вы сможете остаться. Здесь выбора просто моря, куча. Если вы хотите путешествовать бюджетно, очень хорошая идея путешествовать, например, с вашими друзьями. Если вы решили путешествовать с друзьями, вы можете разделить сумму определенную на всех, и это получится очень дешево. В первый раз, когда я путешествовала с подругами, нас было шестеро, то ли пятеро, и знаете, за целую неделю за проживание, и плюс были включены завтраки, у меня ушло около 40 или 60 долларов. Это на целую неделю. У нас была двухэтажная вилла, она была не такая, конечно, большая, мы немножко теснились, но там было все, что нам нужно. У нас был бассейн, был рядом рынок, также много очень интересных магазинов, где мы конкретно прикупились. Для тех, кому очень прям нужно путешествовать по бюджету. Вы просто живете с кем-то, как в общежитии, да? Вы пользуетесь общей кухней, ванной. Это будет очень-очень дешево. Мы на данный момент снимаем виллу на целый месяц, и она стоит, она значит, двухэтажная. У нас бассейн, у нас кухня, ну, кухня общая. А так бассейн, два этажа, два туалета, две ванные. Получается, это за месяц, не включая завтраки, стоит около 700 долларов. Я думаю, это очень даже нормальная цена. Можно поискать подешевле, например, за 600, за 500. Всегда можно найти свой подходящий вариант. Так, следующее. Вам обязательно надо будет посмотреть, где находится ваша вилла или, значит, отель. Потому что, если это будет совсем уж глубоко, то вам по-любому надо будет вызывать первое или такси, или ездить на автобусах, хотя здесь автобусов я вообще не видела. Или вам надо будет заказывать без конца туры. Самый лучший вариант, это, конечно же, научиться ездить на мотоцикле и брать байк. Поверьте, это очень выгодно, потому что, если вы, например, поедете в одно только место, вас довезут, да, это будет где-то около 25 долларов, 20-25 долларов. А если вы берете байк на один день, это будет стоить вам всего лишь 4,5 доллара. Бензин здесь очень дешевый, где-то 900 центов или доллар получается за один литр. Вот, также, если вы берете машину, если вы не решаетесь ездить на мотоциклах, вы можете взять машину. Машина стоит около 20 долларов в день. Значит, теперь давайте я вам расскажу, какой здесь курс. Курс доллара идет, значит, один доллар, и я всегда сопоставляю цены с моим любимым кокосом. Один кокос здесь стоит, если вы его берете на улице, вот прям по дороге, да, продают здесь фрукты, он стоит 15-20 рупий. Это получается 1-1,5 доллара. Один арбуз стоит где-то 30 рупий, это будет 2,5 доллара. Если вы собираетесь также бюджетно путешествовать и насчет еды, то, конечно же, каждый день расхаживать по ресторанам вам будет очень дороговато. Так как, смотрите, получается, примерно любая еда варьируется от 40 до 100 рупий. Получается, 40 рупий – это около 4 доллара, да, 100 рупий – это около 10-9,5. Мы путешествуем, да, трое. Получается, что на каждого, если будет уходить по примерно 50-70 рупий, это получается, что за каждого 6,5 доллара получается 18 тысяч. А это идет завтрак, обед и ужин. Вообще, я каждый день готовлю завтраки сама. Здесь рынки прямо вот на дорогах. Вот, мы ездим, берем свои любимые фрукты, ездим в супермаркет. Там мы закупаем только миндалевое молоко, соевое молоко, мюсли, разные, значит, орешки. Я делаю фруктовые боулы, и мальчики с удовольствием это все едят. Вот, окей, это мы пропускаем, все. Потом следующее. Сегодня мы приехали в одно просто ошеломляющее место. Сейчас у нас время для учебы. Смотрите, я взяла для нашего старшего буги-борд, и он сейчас пойдет летать на волнах. Спасибо. Вкусно? Вы посмотрите на эту красоту. Вы пришли в магазин. Ой, спасибо. Это мне кокос. О, два кокоса. Два мужика, два кокоса. Спасибо. Спасибо. Сегодня мы пришли в отличный индонезийский ресторан. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok